Всем привет! Добро пожаловать в влог на пару втроем! А вон там в башне, и Маня спускается по лестнице. Они прям чувствуют. Такие актрисульки. Слов у меня на них. Ой, мур-мур-мур, я пришла, можно снимать. Ну иди сюда, малыш, она на кресле застряла. Сейчас, иди сюда. Только не по колготкам. Так. Итак, мама вам обещала шиповник. И сейчас мы вставим ролик с шиповником. Бася, фу! Шиповник. Оп-ля! Вот на такую кастрюлю я бросаю три горсти промытых ягод шиповника. Накрываю крышкой. И довожу до кипения. Кастрюлю после закипания либо можно оставить на плите, либо завернуть в теплое одеяло и тоже дать настояться несколько часов, чтобы настой приобрел такой густой-густой коричневый цвет. Тогда он уже готов. Потому что если настой еще светлый, у него и запах такой несколько прелый, и нужно сахар добавлять. А когда он уже хорошо настоялся, его можно пить без сахара, потому что он настолько вкусный, с такой приятной кислиночкой, но уже достаточно сладкий, его можно пить просто так. Приятного аппетита и здоровья! Вот, несложно же, да? Даже я могу сделать шиповник. Главное, полезно. У нас, мне кажется, не очень сложно найти вот эти ягодки шиповника. Хотя они... Да люди сами ходят, собирают. Те, кто ближе к природе. Это мы идем в магазин покупаем. Да, значит, нам сложнее найти. Хотя у вас есть сезонность, а у нас нет, они всегда где-то летят. И Ира написала по поводу диска, если вы интересовались и вдруг не заглянули в комментарии, на диске должно быть маппет-шоу, про которое я говорила, рождественская история. Но его вроде как там... В общем, ничего там нет. Он показывает, что диск пустой, но я посмотрю еще на другом компьютере, но вроде как ничего нет. Я бы тоже посмотрела. Я так маппет-шоу любила. Обожала просто. Ириш, если вдруг есть какая-то ссылка или, может быть, я могу скачать где-нибудь из... Интернета. С Яндекс.Диска, да, или откуда-то еще, я с удовольствием скачаю. Конечно, это будет не так феерично, магично и волшебно, как вставить вот этот красивый диск. Ну а что, на диск потом можно закачать и держать. Да, да, можно так. Вот, а теперь пришло время страшной-страшной истории. Надо было на Хэллоуин рассказать. Ничего, перед крещением тоже нормально. Итак, история про мой зуб. В общем, когда я была маленькая и глупенькая... Маленькая? Нет, была уменькая, девочка. В этот момент я была глупенькая. Это была случайность. Честно, случайность. Нет, не... Сейчас, дай я расскажу. Хорошо. В общем, я шла с... Ну, мы на море были, да? Я шла вся мокрая, в шлепках с моря. Мне было лет пять, по-моему. Лет пять. И мама мне говорила, Аня, не беги. Аня, не беги, упадешь. В общем, Аня... На тебе был круг. На мне был круг. Ты не видела, что у тебя под ногами делаются. Я не видела, что у тебя под ногами делаются. А шлепутцы были сланцы. Да, они очень скользкие были, ну, потому что ноги-то мокрые. В общем, я побежала, не послушалась маму. Слушайтесь всегда маму. Не послушалась мама, побежала, подскользнулась и... На лестнице, на... Да, на бетонной лестнице. И вот так вот мама упала на эту бетонную лестницу. У меня вот здесь ещё пара шрамиков. Если вас интересует, что это такое, то у меня аллергия выскочила, чтобы не было комментариев там. Ну, в общем, у меня здесь есть пара шрамиков таких маленьких таких. Я их всегда корректирую карандашиком. И сначала даже было непонятно, что с зубом что-то произошло. У меня просто вся губа такая была опухшая. А с зубом непонятно было, что произошло. Потом через несколько лет он просто врос туда внутрь, а через несколько лет он начал темнеть. И оказалось, что там просто нерв умер уже. А сейчас, так как я не очень... Я думаю, что многие не очень любят ходить к стоматологу. А я... Мне нужно делать операцию, чтобы вот что-то там улучшить с этим зубом. Это не просто поставить коронку или имплант сделать. Там свищ, там надо это вскрывать, потом зашивать. Но это страшная жизнь, что я сказал. В общем, это вы тоже понимаете, что с мотологической операцией это дело сложное. Я очень боюсь этой фигни, поэтому я хожу вот с таким зубом. Но она настраивается. Я очень морально. Я каждый раз, когда думаю, у меня ноги отнимаются, и всё, у меня вся жизнь проскакивает перед глазами. А у нас в России по какой-то странной причине не делают наркоз. Ну, то есть этот веселящий газ или ещё что-нибудь, чтобы ты отключился и тебе что-нибудь с зубом сделали. Ты должен находиться в сознании и всё понимать, что происходит. Мне отказали в наркозе. У меня, кстати, подруга даже гланды вырывала с наркозом. В общем. Ну, это только по договорённости, по блату. Мне вот гланды удаляли, мне под общим наркозом. Мне вообще, когда гланды удаляли, я лежала в больнице, ну, где студенты всякие там учатся, практикуются. И вот мне рот открыли, представляете, это врач... А тебе всегда везло. Да. Она ещё рассказывает куче этих студентов, что там надо делать. А я захлёбываюсь. Собственной кровью. Собственной кровью уже там умираю. А она им говорит, вот это сейчас я поверну туда, туда отодвину, вот здесь разрежу. Сначала всё расскажет, потом делать начинает. Нет, Дашке подфартило. Она под общим наркозом. Она... Бася. Она вообще так не вырвала гланды. Бася, фу, милая. Ой, она мне щекотит ноги. В общем, когда-нибудь я обязательно соберусь с духом. Может быть, даже покажу вам это мероприятие. Но сейчас... Ой, я даже не могу об этом думать. Вот. Поэтому у меня такой зуб, и его никак не отбелить. Ничего с ним не сделать. Надо сначала делать операцию, а потом уже там коронку или ещё что-то с ним проводить. Ну, это будет в отключке долго. Ну, в смысле от... Как это сказать? От общественной деятельности. Да. Ну, я думаю, что неделю-полторы где-то. Мне кажется, да. У меня однажды распухла губа из-за вот этого свища. И я вот такая... Только ещё в два раза, представьте, больше губы. В общем, модная была. Я была очень модная. Я была наполовину Анжелиной Джоли. Вот. Это вся страшная-страшная-страшная такая история. Что-то я хотела вас спросить. Мама обещала наконец провести розыгрыш на своём канале. Да. Так что... Сейчас они уйдут, а я сяду снимать. Наконец-то! Мы просто ждём, когда и у неё наконец пройдёт розыгрыш, чтобы сразу три подарка отправить всем. Может, мы завтра тогда и зайдём ещё туда? На почту? Посмотрим. Может, завтра, да, и зайдём. Мы не будем пока обещать, потому что... Мы будем, в принципе, там рядышком находиться, но я ещё не знаю, как хочет работать. А, ну если человек ещё быстро пришлёт адрес. А, ну да. Ну, в общем, посмотрим. В общем, три подарка. Я надеюсь, что до конца января мы отправим уже наконец. Уже наконец отправим. Потому что мне очень неудобно уже перед Натальей. Натальей? Натальей? Ещё Натальей? И прикольно, если у тебя на канале тоже Наталья. О, да. Всё. Мы вас очень-очень-очень-очень любим. Прям вот очень любим. Спасибо вам за всё. Может быть, маме когда-нибудь дадут слово, и она вам расскажет. Я сегодня ночью в тишине сижу, заметили. Ну, я вас люблю. Мне дали слово. Ты про шиповник рассказывал. Ещё неизвестно, сколько там получится. Ой, хохотушки. Обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. Любим. Сильно-сильно-сильно-сильно-сильно. Ну, поддакивай. Ждём, ждём, ждём. Следующая встреча. Желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.